Татьяна Тарасова живет в этом доме с 1959 года, со дня его сдач в эксплуатацию. Она вспоминает, что за весь этот период ремонт здесь был только один раз, в 73-м, когда с печного отопления переводили на центральное, а в ванной проводили холодную и горячую воду. С тех пор дом успел изрядно износиться. Нижние венцы нашего дома полностью сгнили, полы проваливаются. Даже у нас, я живущая на втором этаже, на кухне Ямина, и полы стали под большим углом, потому что угловая комната и осадка идет в сторону стен основных. Для Татьяны Кренполов доставляет большие неудобства, так как, являясь инвалидом, она пользуется коляской для передвижения по квартире, а выйти на улицу для нее и вовсе задача невыполнимая. Хотя, даже если ей помогут спуститься, говорит, что посидеть на крыльце все равно нельзя. Скаты на навесе слишком короткие, в случае дождя вода льется на ступеньки и скамейку, а зимой все это покрывается слоем наледи. «На лавочку не сядешь, потому что я не знаю, если это весна и если дождик, все это польется за твой шиворот. Посидеть невозможно. На свежем воздухе, например, не была уже 4 года. Я просто не могу выйти туда, на улицу и посидеть хотя бы на крыльце». Снаружи видно, что дом явно необходимо подлатать. Жильцы уже сами замазывают и восстанавливают его углы как могут. Однако решать проблему явно нужно глобальнее. Тем более, что ремонт фасада уже был запланирован на 2008 год. Однако с тех пор многое изменилось, включая и управляющую компанию. Будет ли ремонт сделан, его жильцы уже не знают. Да и сил не осталось куда-либо обращаться. Годы, говорят, уже не те. Они просто ждут. Для того, чтобы получить комментарий в администрации, мы написали обращение в управление городского хозяйства. Будем надеяться, что в скором времени эта история получит продолжение.